здравствуйте вы сегодня где-то в таком белоснежном вы к нам сразу после тренировки пришли да я к вам сразу пошла после тренировки у меня сегодня был медленный кросс 15 километров по 5 минут а бывает такое что вот выходные дни без тренировок у нас каждый день тренировки у нас нет выходных мы готовимся у нас уже сбор начинается в карпатах и сейчас тоже уже подготовка до олимпийских игр началась насколько тяжело было восстановить тренировочный процесс после того как вы узнали что олимпийские старты переносятся на неопределенный срок было очень тяжело мне немножко был стресс я даже бросила бегать с месяц не бегала но собралась с мыслями и силами что нельзя бросать нужно подготовку продолжать дальше совсем недавно вы вернулись чемпионата мира где он проходил он проходил в польше в польше к дыне это был первый старт после годового перерыва он был очень серьезный я туда готовилась три месяца я хотела показать за целый год хороший результат на что я готова тренировалась до упада сил потому что хотела показать доказать что я сильная чуть ли не отменили чемпионат за три дня до начала до было такое что хотели отменить этот старт потому что польша попала в красную зону мы соскучились по старту за целый год это было нереально круто когда провели этот чемпионат мира я была в восторге все спортсмены тоже но вы волновались перед стартом да я волновалась потому что я не знала на что я готова целый год я не стартовала на финише был результат мой ну я очень довольна была своим результатом насколько важно уделять внимание деталям перед стартом за час мы разминку делаем чтобы согреться там разные спецбеговые упражнения ускорения могут мы перед марафоном держу специальную диету за неделю три дня белковая диета а потом три дня углеводы и как бы печень запасается гликогеном и этот сахар хватает по дистанции распределяет по дистанции ты можешь комфортно пробежать марафон а вот как это вот действительно морально дается ты идешь к этому стату четыре месяца подготовки у тебя в месяц по 800 километров километраж и тебе эти тренировки даются очень тяжело как часто за вас волнуются и говорят перед стартом аккуратнее проверь чтобы шнурки были завязаны у меня проблем со шнурками нет не было такого чтобы у меня шнурки развязались по дистанции когда такие чувства и эмоции вы испытываете после того как преодолели эту дистанцию финишировали чувство радости что не зря готовилась нужно не просто добежать его нужно еще пробежать высоким результатом чтобы попасть на международные старты а вот когда вы выполнили олимпийский норматив куда это было это было два года назад в лондоне я пробежала 2 часа 26 минут но это был рекорд молдовы да ты был рекорд молдовы я там пробежала очень хорошо а планируете его побить свой же да я планирую его побить я хочу пробежать в японии 2 часа 25 минут вы были на прошлой олимпиаде в этом году будут много нововведений а здесь будут условия очень жесткие ты должна приехать за две недели сидеть на карантине нельзя будет выходить за пределы территории будут твою базу в телефон выкладывать где ты находишься перед олимпиадой пройдут основные сборы когда вот вы достигнете пиковой физической формы пиковая форма мне настанет за месяц до старта ваша олимпийская мечта какая она ой моя олимпийская мечта попасть десятку на олимпийских играх я думаю моя мечта сбудется я думаю что я к этой мечте иду с каждым днем большое спасибо вам за интервью желаем вам спортивных успехов надеемся увидеть вас на олимпиаде спасибо большое